Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Мне 27 лет, училась в медицинском университете, закончила 24 года, затем ординатура, и только сейчас, около 6 месяцев, я более стабильно начала зарабатывать. Родители мне помогали, квартиру купили на втором курсе, встретила парня, он из малообеспеченной семьи ипотека без первоначального взноса, заработает 2 года, ЗП приличное. Вот мы решили пожениться, но денег не отложили, дали себе срок, 6 месяцев поднакопить, его родители обещали помочь, но я тоже не отказывался на одни упрёки, что как вы собрались играть, денег нет, вы не накопите, рассчитывайте только на нас, на моих, тут не очень понятно, что они оплатят со свадьбы, переносите на год, поднакопите, посмотрим, поможем, с ипотекой, как вы будете жить, он считает, что тебя в ипотечную квартиру приведёт, жить будете в нищете и вообще через год разведётесь. Выносят мозги каждый день, зачем тебе эта свадьба, как накопите, так и сыграют, я всё понимаю, но мне не хотелось бы откладывать, потому что мне важно видеть на свадьбу бабушку, ей 82 и куча болельщик серьёзных, я всегда мечтала надеть белое платье, мне обидно не то, что они так поступают, а что унижают выбор, говорят, что если я прошу у них помощь, то унижаю жениха, делаю его ущербным, они часто адекватят, как мне жить, и что делать, а если я иду в противовес, я неблагодарный, я в этой ситуации действительно инфантильная, и надо смотреть трезвенно вещи, а такой вопрос здесь вы задаёте. Ну что же, я думаю, что глобально ситуация складывается так, что вам нужно разрешение своих родителей на то, чтобы жить так, как вы хотите. Вот, я думаю, что в этом контексте, если где-то и есть проблема, то она, наверное, заключается в вашем отношении к деньгам. То есть, вроде бы, вы пытаетесь сказать, что деньги не так важны, но в то же время вы говорите практически в первую очередь, что ваш парень именно из малообеспеченной семьи, и что он работает два года, но зарплата у него там прилично-то сорвалась, и как бы за язык вас в этом смысле никто не тянул, вы сами об этом решили сказать, и я думаю, что вопрос денег, вопрос какого-то такого материального обеспечения вас волнует. Вот, я думаю, что именно потому, что вас это волнует, вы достаточно болезненно реагируете на родителей, потому что они в какой-то степени говорят вам то, что вы сами бы хотели, возможно, то, что вам самое важное. А вот, точнее, даже не важно, а это то, к чему вы не до конца выработали свое отношение. Вот так. То есть, ваши родители говорят о том, что вы слишком, ну, допустим, слишком романтично, например, смотрите на вещи, да, что вы там инфантильная и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что вы сами к этому не до конца выработали свое отношение. Вот. Я не вижу ничего плохого в том, что у вас есть мечта, я не вижу ничего плохого в том, что вы хотите надеть белое платье, я не вижу ничего плохого в том, что вы хотите, чтобы бабушка была на вашей свадьбе. Вот. Я думаю, что это все нормально, я думаю, что это все адекватно. Но, как бы, если вы этого всего хотите, да, то ваши родственники, которые будут вкладываться материально в помощь вам, они этого могут не разделять. Они могут не разделять эту позицию, они могут не разделять этих вкладов. И поскольку они вкладываются, то действительно они не хотят вкладываться понапрасну, это правда, и в этом их можно понять. А если вы торопитесь, если вы хотите, если вы сами стремитесь, то я думаю, что с точки зрения личной ответственности вам нужно смотреть на свои ресурсы. И коли вы хотите видеть на своей свадьбе бабочку, то возможно и имеет смысл вам провести такую свадьбу, которую вы можете себе позволить. Самое главное, чтобы на ней была бабочка и чтобы вы надели белую плату. Мне показалось, что вы упираетесь в какой-то масштаб, мне показалось, что вы упираетесь здесь в определенную пыльчность, что опять бывает, что человек не может себе как бы этого позволить. Ну, так бывало. Дальше. Вы пишите следующее. Вот мы решили пожениться, но денег не отложили и дали себе срок в 6 месяцев поднакопить. А вы пишите, что его родители обещали помочь, мои тоже не отказываются, но одни упреки. Вот с этого момента начинается непонятка. А сейчас вы пишите, что денег вы не отложили. Почему? Не было? Или не хотели? Вы говорите, что дали себе срок в 6 месяцев поднакопить. Окей. Супер. Дали и дали. Это ваше решение. Решение взрослых людей. Я вот не могу понять, если бы вы дали себе срок поднакопить, то при чем здесь родители? Ваши, его, то есть, как бы, каким образом они здесь замешаны? Или вы хотите сказать, что тех денег, которые вы поднакопите за полгода, вам не хватит? То есть, максимальная отсрочка для вас. у свадьбы это 6 месяцев. Хорошо? Хорошо. Если для вас это максимальная отсрочка, и если денег вам не хватит, то вы должны просить у родителей деньги, то, как бы, повторюсь, есть ощущение, что вы пытаетесь провести свадьбу непосредственно в данном случае. вообще, я бы сказал, что не совсем, по крайней мере, для меня очевидно. Во-первых, что для вас, какое значение для вас имеет свадьба? То есть, как вы к ней пришли, как вы пришли к этой идее? к идее, к идее того, что вот вам нужно пожениться. Ну, пожениться. Я вот этот момент, честно говоря, не очень понял. Вы решились пожениться для чего? А ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, сколько вы вместе с вашим парнем. А если вы с вашим парнем недолго, то это действительно похоже на спешку. Если вы с парнем, ну, какое-то продолжительное время, да, хотя бы там полгода или около того, да, можно, не проблема. Даже если меньше, на самом деле, тоже не проблема. А вопрос в другом значении свадьбы, понимаете? Просто одно дело, если вы с человеком хотите просто создать семью, условно говоря, и другое дело, если вы как бы в свадьбе, да, приписываете некий такой, как бы, ну, социальный контекст, когда вот бабочка, там, платье в определенный срок и так далее, да, вот вы говорите о своей мечте, чтобы у вас есть мечта. Это здорово. Это здорово, что у вас есть мечта. Но что это за мечта? Ведь в основе мечты любой лежит некое желание. Что это за желание, если вы посмотрите на это? Может быть, может быть, вы смогли бы эту мечту реализовать другим способом, более удобным для вас и так, чтобы не залезать в условные долги ваших родителей и так далее, вот. Вопрос не в том, что вы инфантильны или нетрезво смотрите на вещи, а вопрос в том, насколько хорошо вы знаете свою мечту. Вопрос в том, насколько вы хорошо понимаете свою мечту, насколько хорошо вы отдаете себе отсчет в том, о чем вы мечтаете. Вот это, на мой взгляд, куда более важный момент, чем то, о чем вы говорите. Дальше. Одни упреки. Вот. Вы пишите одни упреки. Давайте уточним. Давайте уточним. С какого момента начались упреки? То есть упреки начались с момента, если я правильно понимаю, когда вы попросили денег у родителей. Вот. То есть вы попросили денег, они сказали помогут, но я не понял, почему рассчитываете вы только на своих родителей. Вот. Если помочь, вроде бы и хотели все. Вот. Поэтому тут момент, с которого начались упреки, очень важен. как важно то, что конкретно вашим родителям не нравится. Понимаете, да? Вот. И в том месте, где им не нравится что-то, вам придется брать ответственность на себя. Потому что родителям может не нравиться что-то, и они могут не хотеть тратить на это деньги. Вы пишите, выносит мозги каждый день. Я все понимаю, но мне не хотелось бы откладывать. Но родители, ваше, в точку зрения, не разделяют. Понимаете, да? И, опять же, в данном контексте у меня все тот же вопрос. Вы говорите о том, что дали себе срок 6 месяцев, чтобы поднакопить. Более чем адекватное решение. Более чем. Но я не понимаю, при чем здесь ваши родители, если это ваше решение. Вот этот момент, мне кажется, является точкой, где вы размываете личный границ между вами, вашими отношениями с парнем и вашими родителями. Дальше вы начинаете говорить о том, что они всегда указывают вам как жить. Вот. Прибегают к тому, что можно назвать манипуляцией. Вот. И, конечно, я понимаю, что вам это все неприятно. Но очень похоже, что здесь слово берет ваши дары и обиды на них и ваша неуверенность в себе. Нужно понимать и понимать хорошо, что инфантильность это больше проуверенность, чем нет. А то, что вы описываете, то, о чем вы говорите, это, к сожалению, вот к сожалению, это больше похоже именно на неуверенность. в себе. Понимаете? Какая штука. И это не про инфантильность. А это про страх совершить ошибку, которую вы, ну, конечно, может быть, совершите. Вот. А может быть, вы разведетесь с этим человеком. А может быть и нет. Вы этого не можете знать? Вопрос в другом. Готовы ли вы к этому? Готовы ли вы принять то, что можете ошибиться? Готовы ли вы принять то, что можете поднять от своих денег впустую? Вот. И готовы ли вы жить по средствам? Вот и все. Мне кажется, что в данном случае вы действуете так же, как ваши родители. Пытаетесь себя, ну, обзапасить и пытаетесь найти точно такой же стопроцентный выход из ситуации, как и ваши родители. То есть вы уверены в том, что такой выход существует. А его нет. Потому что это все. Один большой риск и риск, любой риск в отношениях, это нормально. Я думаю, что отношения крепкие тогда, когда люди готовы рисковать. Потому что в риске, во-первых, риск это то, что присуще только взрослому человеку, но особенность риска, на мой взгляд, заключается в том, что в нем есть элемент игры. Иными словами, на мой взгляд, ваша проблема может заключаться в том, что вы слишком серьезно относитесь к этой ситуации. Вы слишком серьезно относитесь к ситуации, где на вашей свадьбе должна быть бабушка. Вы слишком серьезно относитесь к ситуации, где вы должны надеть белое платье и так далее. Это все слишком серьезно, на мой взгляд, повторю. И дело в том, что человек относится к чему-то слишком серьезно тогда, когда это для него супер важно. А когда что-то для человека супер важно, это означает то, что речь идет не только про, ну, например, вашем случае про свадьбу, про свадьбу, речь идет про что-то еще. И вопрос заключается в том, про что. Про что на самом деле здесь идет речь. Случайно не про то ли идет речь, что вы хотите, например, доказать своим родителям, что вы, взрослые, не про то ли случайно идет речь, что вы хотите доказать своим родителям, что можете как-то вот, ну, самостоятельно действовать. Вот. Если это так, то отсюда ваша серьезность и важно. Бабочка. Если вы правда думаете о бабочке, то она учитывается за то, как именно бабочка будет. Хорошо. А не вам. Извините. Будет ли бабочка в любом случае, хоть сейчас, хоть через шесть месяцев, хорошо на свадьбу? Вы правда так думаете, что ей будет хорошо на свадьбу? Если, как вы говорите, ей восемьдесят два и у нее много болячек. Вот. На мой взгляд, нет. Так думаете ли вы о бабочке или думаете ли вы о себе? Вот. Какой вопрос. И здесь, на мой взгляд, мы подходим в какой-то степени к, ну, если угодно, если угодно, к определению инфантильности? Это когда человек путает то, о ком он думает. Человеку кажется, что он думает о других. На самом деле он думает о себе. Человеку кажется, что он думает о себе. На самом деле он думает о других. Вот это инфантильность. Инфантильность проявляется в том, что человек не может удержать личные границы. Не может оставаться в своих личных границах. Понимаете? И вот если говорить в этом смысле инфантильности, то да, в этом смысле вы действительно инфантильны. Но вряд ли инфантильность имеет отношение и к вашей мечте, и к вашему желанию отеть платье, и к вашему желанию порадоваться бабушку и так далее. Дело в том, что каждый из этих желаний является абсолютно нормальным, но только сами по себе. Сами по себе эти желания абсолютно нормальные. Но, когда эти желания становятся чем-то большим, когда эти желания становятся чем-то другим, тогда начинаются серьезные проблемы. И вот именно от этого я и хотел бы вас предоставить. С чего здесь стоит начать? Начать, конечно, стоит того, чтобы поработать с детско-родительскими отношениями. Это, я надеюсь, понятно. Потому что, пока, ваше время действие с родителями носит вот такой характер, вот именно такой характер. Ну, скажем, скажем так, характер барбы носа, да. Пока это так, вряд ли можно будет ожидать, что вы сможете и, с одной стороны, поступить так, как, ну, как вы хотели бы, да, поступить. Так как вам комфортно было бы и при этом сохранить какое-то, ну, равновесие, может быть. Сохранить какую-то уверенность и так далее. То есть поступать не борясь. У вас обиды на своих родителей. У вас претензии к ним, что нормально. У вас скрытая агрессия, к нему, может быть, и не скрытая, может быть, довольно явная. Вот. Все это подавляется, все это передавливается внутри вас. И, конечно, вам со всем этим безумно тяжело. Было бы странно, если бы не было тяжело. Еще один очень важный момент. Характер ваших отношений с молодым человеком. В вашем тексте я не очень понял, что вообще говоря между вами общим. Я не очень понял, что между вами общим. Я не очень понял, что вас объединяет. И что самое главное, и это я понял, что в определенный момент ваша свадьба перестала быть чем-то для вас. Она стала больше похожа на что-то для других. Оно и понятно. Родители чего-то хотят, чего-то потребуют и так далее. Вот. Поэтому, в первую очередь, нужно напомнить себе, для чего вы женитесь. Понимаете? Зачем? Нужно напомнить себе, что женитесь вы не для кого-то. Женитесь вы для себя. И, ну как бы, нужно, вот именно нужно, в первую очередь, это только вам и никому больше. Возможно. 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 Я сейчас скажу, может быть, очень страшную вещь. А вашу проблему составляет именно то, что вы чувствуете себя обязанной бабочкой. Что вы хотите ее видеть. Возможно, это та же самая интенция, то есть тот же самый вектор, который есть и по отношению к родителям. Только здесь вы его, как бы, себе позволяет, а в случае с родителями, нет. Но, вне зависимости от того, как вы относитесь к этому вектору, в привязках к определенным людям, это играет с вами злую шутку. Почему? Потому что отношения, ваши отношения с молодым человеком перестают быть чем-то, ну, обособленным, чем-то таким самобытным. И становятся, как я уже сказал, объектом, ну, определенной социальной активности. Вот. Когда с помощью нашей службы я пытаюсь реализовать что-то, связанное с другими людьми. И вот ничто не разрушает отношения сильнее, как это. Почему? Потому что люди начинают чувствовать себя средством. Ваш молодой человек может начать чувствовать себя, что он средство. Средство для достижения вами, вашей мечты. Он, может быть, и был бы готов, готов помочь вам, вашу мечту исполнить. Но только сам, своими способами, своими средствами, но не ценой, а постоянного вмешательства ваше отношение с других людей. И это риск, потому что молодому человеку может перестать хотеть быть с вами. Хотите ли вы так рискнуть или нет, это решать вам. Вот. Как-то так. Я думаю, можно вам здесь ответить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения моего профессионального опыта. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Отступаем тогда. Итак. До новых встреч.